115 дворов благоустраивают в этом году во Владивостоке по четырем программам. Нацпроекту «Жилье и городская среда», Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе «Минвосток развития» «Тысяча дворов Дальнего Востока», а также по проекту губернатора Олега Кожемяка «Тысяча дворов». Жители обычно выбирают асфальтирование дороги, установку детской и спортивной площадки. Так, на улице Красного знамени 88 улучшили дворовое пространство. Обустроена частично здесь детская площадка, где мы сейчас находимся, за моей спиной асфальтирование, то есть это наши жители 88-го дома получили место для прогулок малышей своих на велосипедах, самокатах. Спуск к следующему дому, Красное знамя 90, лестницы облагорожены перилами. 90 дома мы видели и здесь, это скамейки красивые, диваны такие мощные, где можно посидеть, отдохнуть. Не два человека, как обычно, на скамеечке, а там вот детки сидят и гораздо больше. Также по программе «Тысяча дворов Дальнего Востока» отремонтировали сквер возле Красного знамени 88. При совместном обсуждении с жителями было принято решение заменить брусчатку, отремонтировать лестницы, поменять лейера, поставить лавочки, посадить деревья и установить освещение. Благодаря нашему губернатору, благодаря нашему мэру уделяется внимание. Я очень рада, что на этот сквер тоже обратили внимание, потому что скверу было больше 20 лет и практически он весь разрушился. В благоустройстве территории участвуют и жители по адресу «Океанский проспект 70В». Здесь уже закончился ремонт придомовой территории, полностью заменена детская площадка. Такое же улучшение дворового пространства выбрали и жители Аллилуева-10. В рамках программы «Тысяча дворов» нам в этом году сделали обустройство детской площадки полностью, ремонт придомовой территории, асфальтирование, установка контейнерной площадки. Сейчас еще мы ждем установку освещения столбов на детской площадке. Все делали аккуратно, быстро. Все учли наши пожелания. Учли, что, как всегда, у нас здесь сложно с парковкой. Немножко расширили нам дорогу. Сейчас мы можем полностью проезжать вокруг дома. Раньше этого невозможно было. Были постоянные ямы. Вот здесь очень было постоянно после дождя большие лужи стояли, сделали отвод. В общем-то, сейчас все хорошо. Улучшить свой двор можно помимо четырех профильных программ благодаря созданию ТОСов и конкурсу «Твой проект». Напомним, по поручению главы региона Олега Кожемяка в Приморском крае открылся Центр гражданских инициатив, в котором можно получить консультацию по выбору программы благоустройства. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова